МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Синоптики говорят о том, что на лето рассчитывать не стоит вообще. Но так или иначе, жизнь продолжается. И в мужском понедельнике мы сегодня будем говорить на разные темы. Пару слов о втором часе. Будем говорить там о цифровом мире, в том числе о фото-видео фиксации нарушений. О дорогах. Да, на дорогах. Это не совсем цифровой мир. Это, скажем так, вполне себе мир реальный. Будем ждать в нашей студии Александра Зорина, исполняющего обязанности министра информационных технологий СИАЗи Кировской области. Автомобилисты, берите на заметку. Я думаю, что интересная беседа и много новой информации у нас прозвучит. Я думаю, даже можно будет что-то позвонить и спросить. Ну а сейчас в нашей студии мы приветствуем отца Александра Балыбердина, благочинной церквей города Вятки. Отец Александр, добрый день. Добрый день. Да, и пригласили мы вас к нам в студию поговорить по итогам дней памяти митрополита Хрисанфа, которые прошли накануне в нашем городе. Митрополит Хрисанф, напомню, ушел из жизни в январе 2011 года, а 24 июня ему могло бы исполниться 80 лет. Давайте поговорим о этом мероприятии, что было в минувшие выходные, кто приехал к нам в гости. Известные достаточно, да, деятели церкви были, побывали. И вот, так сказать, о памяти митрополите Хрисанфе хотелось бы вспомнить. Во-первых, я хотел бы поблагодарить Эхо Москвы за то, что вы не оставили эту дату и личность в ловике без внимания. И думаю, что сейчас у наших радиоприемников собрались как те люди, которые помнят владыку Хрисанфа, так и те люди, которые, может быть, не встречались с ним. Но я вот принадлежу к тем людям, которым выпало счастье быть рядом. Мы познакомились с владыкой более 20 лет назад, и последние его 11 лет жизни я был секретарем Вятской епархии, мы работали рядом. И, конечно, я очень признателен тем людям, которые вот уже по прошествии 6 лет после кончины владыки вспомнили о нем и собрались в Успенском кафедральном соборе в субботу, когда митрополит Астанайский и Казахстанский Александр, сам духовный чад владыки Хрисанфа, а ныне глава митрополитчего округа в Республике Казахстан, совершал божественную литургию. Уроженец, кстати, нашего города. Уроженец нашего города, который был в течение многих лет ближайшим помощником владыки Хрисанфа. Владыка Евгений, архиепископ Верейский, ректор Московской Духовной Академии и семинарии, председатель учебного комитета Русской Православной Церкви. Я не случайно проговариваю все эти должности, потому что за ними стоит очень ответственное и серьезное общецерковное послушание. Он сослужил владыке Александру, и собралось большое количество людей. Сначала была литургия в Успенском соборе, который был возрожден трудами покойного владыки, а затем в воскресенье они совершили литургию в Серафимовском храме, который когда-то был единственным нашим кафедральным вообще православным храмом в нашем городе. Ну а вчера в библиотеке имени Герцена, как говорится, яблоку не было, где упасть, потому что так много людей собралось. Вы знаете, люди стояли два часа на ногах, и ни один не ушел. Такое количество людей собралось удивительно и радостно. Есть такая хорошая поговорка, большой видится на расстоянии. И я думаю, что ее можно вполне отнести к нашему любимому владыке Хрисанфу, потому что он был огромной личностью. И разглядеть такую личность можно действительно во всей полноте, лишь когда ты несколько удалился от него. Только тогда можно большое увидеть на расстоянии. А в библиотеке имени Герцена что именно вчера? Мы проводили юбилейную встречу. Владыка Александра и Владыка Евгений приветствовали собравшихся. Владыка Александр рассказал о том, как он познакомился с Владыкой Хрисанфом, как они сослужили. И интересно, что он начал свой разговор вот с той страшной аварией, в которую они попали в 1978 году, о чем сам Владыка никогда не вспоминал, но он чуть не погиб в тот первый год приезда на Вятку, когда 14-летний мальчик на тракторе въехал в их Волгу. И Владыка сидел впереди, рядом с водителем, и очень сильно пострадал. Но будучи человеком очень терпеливым и скромным, он, по крайней мере, вот при мне никогда не вспоминал об этом. Владыка рассказывал, Владыка Александр рассказывал и о других случаях. И вы знаете, можно только порадоваться, что у учителя два таких замечательных ученика. Ведь не случайно говорят, хочешь узнать что-то о родителях, посмотри на детей. Хочешь узнать что-то об учителе, посмотри на его учеников. И это не единственные ученики покойного Владыки Хрисанфа. Я думаю, все, кто вчера собрался в храмах и библиотеке имени Герцена, они могут в какой-то мере назвать себя духовными чадами покойного Владыки. А память в чем воплощена о митрополите Хрисанфе? Вот книги, мы знаем, да, есть? Напомните, пожалуйста. Во-первых, да, это очень хороший вопрос, потому что для тех людей, которые встретились когда-то с Владыкой, было бы интересно посмотреть эти фильмы, почитать эти книги. А для тех, кто не имел такого счастья видеть его и лично общаться, тем более это было бы вдвойне, на мой взгляд, интересно. Во-первых, при жизни Владыки Хрисанфа были изданы два прекрасных альбома, рассказывающих о его жизни. Это «Архипастер Земли Вятской», книга 2003 года. И в 2010 году была издана книга «Первый митрополит Земли Вятской». Он был первым нашим вятским митрополитом, и именно благодаря его трудам Вятка стала митрополией. С 2004 года? Да, с 2004 года. Во-вторых, Владыка Александр к этому юбилею в Казахстане издал книгу, буклет с очень точным и ёмким, глубоким названием «Человек веры и человек церкви». И мы к этому юбилею также постарались собрать воспоминания о Владыке, тех, кто лично был с ним знаком, и назвали эту книгу «Притяжение митрополита Хрисанфа». Поскольку мы люди молодые, пользуемся интернетом, и наши многие читатели также, эту книгу найти очень просто. Надо просто набрать в любом поисковике «Притяжение митрополита Хрисанфа». Она подготовлена в электронном виде, и на любом интернет-магазине вы можете эту книгу найти, скачать, прочитать. Там более 30 воспоминаний о Владыке. Они все очень глубоко личные, интересные и глубокие. А эта книга будет только в электронном виде? Есть планы издать её на бумаге, да? Если нас слушает какой-то благодарный и щедрый жертвователь, который готов её осуществить издание, она недорогая книга, то мы были бы этому очень рады. К тому же это первое издание, но открыто для новых воспоминаний, для новых слов, добрых слов о нашем архипасторе. Поэтому, если кто-то пожелает написать и вспомнить о нём ещё, пожалуйста, я открыт, присылайте мне их, я с радостью всё это публикую. Отец Александр Балыградин, вы представлены в тех же социальных сетях, вас легко, в общем-то, найти. Насколько я помню, там же ещё богатое такое фотонаследие осталось. Фотонаследие. Поэтому вчера мероприятие сопровождалось открытием фото-выставки памяти Владыки. Его личный секретарь, ныне священник Михаил Казаковцев, подготовил фото-выставку. Она работает в Герценке. И к тому же я просто ради интереса посмотрел, набрал в поисковике митрополит Хрисанф. И в интернете очень много фотографий оцифровано. Но вы знаете, я должен сказать слова благодарности ещё одному человеку, Марине Валентиновне Дахматской, которая сняла несколько фильмов о Владыке Хрисанфе. И они также выложены в сети. В частности, вчера мы смотрели последний из этих фильмов. Он называется «Пастырь добрый». Фильм был снят уже в последние годы жизни Владыки. И только что, отправляясь к вам на эфир, я встретил человека, который первый раз этот фильм посмотрел вчера в Герценке. И он мне сказал, вы знаете, Владыка как будто сам присутствовал в этом зале. Он был как живой. И меня очень по-доброму этот человек благодарил именно за этот фильм Марины Валентиновны. А в будущем, возможно, ещё какие-то работы в поискове Владыке Хрисанфе планируются? Как говорил сам Владыка, ещё дожить надо. Поэтому не будем пока далеко заглядывать вперёд. Самое главное, чтобы мы старались, учились быть благодарными тем людям, которых мы встретили на нашем жизненном пути. И если тем более этот человек нас привёл в ограду церкви, а думаю, и я могу про себя лично это сказать, и многие из тех, кто слушают нас сейчас, оказались в церкви именно благодаря тому, что вот в этот непростой духовный период в истории нашего Отечества и нашей личной жизни мы именно встретили Владыку Хрисанфа и попали в зону его притяжения. Знаете, у меня такой образ возник. Вот когда большая комета или какое-то большое небесное тело залетает в какое-то пространство, то оно сразу к себе притягивает всех, и они начинают вращаться вокруг него. Вот и мы все эти годы вращались вокруг Владыки с нашими детьми, жёнами, друзьями, знакомыми, и продолжаем точно так же и сейчас пребывать в его Вселенной. А, кстати, как Владыка Хрисанф относился к тому, что выходят материалы, посвящённые ему, книги, фильмы? Вы знаете, он был очень скромным человеком, и при этом он прекрасно понимал, что, во-первых, его заслуги — это заслуги не только его. Вот я вспоминаю, когда его удостоили санна митрополита, первые его были слова такие в Успенском кафедральном соборе. Он обратился ко всем собравшимся и сказал, «Это не моя награда, это ваша награда, это мы все вместе эту награду получили». Но он прекрасно понимал, что книги, которые изданы о управляющем епархии, о нём и о епархии — это книги о церкви. Их предназначение — помочь человеку переступить церковный порог, открыть для себя мир православной веры. Значит, будет небольшая пауза. Я напомню, что наш гость — отец Александр Балыбердин, благоченный церкви города Вятки. Мы продолжим через полминуты. Вятской епархии прошли дни памяти владыки Хрисанфа. Отец Александр Балыбердин у нас в студии, благоченный церкви города Вятки. Вот у меня тут подсказка лежит. Для понимания, с весны 78-го года владыка Хрисанф был епископом кировским и слободским. Слободским с 1988-го архиепископом. И в 2004-м году, собственно, санметрополит. Без малого — 33 года. Вы знаете, в современной истории церкви это, пожалуй, уникальный случай, когда это была его первая и последняя кафедра. Причем сам владыка рассказывал, что когда его в 1978-м году возводили в санепископ, ему предложили на выбор Аргентину или Вятку. Он выбрал Вятку и говорил, я ни разу в своей жизни не пожалел об этом. Да, интересный был выбор. Тем более, в 1978-м году, если кто помнит, какая это была страна, вообще невозможно было, условно говоря, попасть в Аргентину. И как было трудно тогда в Кирове. Да, и что было в Кирове. А что вот менялось на протяжении этих лет в жизни нашей церкви вот здесь? Любое время диктовало какие-то свои условия, какие-то требования. Вы знаете, в Священном Писании есть такие слова, что «каждое время по-своему лукаво». Я не скажу, что сегодня всё так замечательно. Наверное, со мной многие согласятся. Но тогда время для церкви было чрезвычайно сложное. Я вспоминаю такой случай. Сам я учился в 22-й школе. Как-то, будучи пионером, был в школьном лагере. И заведующая этим лагерем учительница повела нас из 22-й школы почему-то вдруг по улице Герцена в кинотеатр «Октябрь». И проходя мимо архиерейского дома, который там находится, ну, может быть, это был 79-й, 80-й, может, 78-й год, она вдруг опрометчиво нам сказала, кстати, а вот здесь живёт главный священник нашего города. И мы все начали поворачивать голову в сторону архиерейского дома и смотреть, а где же он там живёт, и выглядывать. Кто-то даже стал вставать на цыпочки. И учительница испугалась. И она вдруг повернулась к нам и сказала, не смотрите туда, не смотрите, на меня смотрите. Не ожидала такой реакции. То есть, вы знаете, даже посмотреть в ту сторону было опасно. Мне рассказывали учителя, как, возвращаясь из Троицы, Серговой Лавры, одна учительница, вот моя знакомая, уже тогда взрослый человек, купила крестик. И вот она говорит, мы едем в поезде, стоим в купельном поезде, стоим в проходе. И ко мне подходит секретарь партийной организации этой же школы женщины и говорит, вы знаете, я видела, что вы купили крестик. Пожалуйста, выбросите его в окно. Иначе я должна буду доложить об этом, куда положено. Сообщить, куда положено. Куда положено. То есть, вот даже это было непозволительно. Сегодня мы об этом даже вспомните, так улыбаемся, вспоминаем. На самом деле, было далеко не до улыбок. Я сам помню, как, скажем, весной 90-го года я ходил вдоль ограды Серафимовского храма, думая, переступить её или нет. Собирался с силами. Но вот, слава Богу, смог переступить. Но мало войти в церковь. Важно в церкви остаться, поскольку сказано, что претерпевший до конца спасен будет. Важно остаться до конца в церкви. И вот тому, что мы в церкви сегодня, мы благодарны прежде всего таким людям, как митрополит Крисан. Но остаётся только догадываться, да, под каким прессингом, собственно, владыка находился, да, в ту пору. В ту пору, по-моему, вообще вся церковь находилась под таким прессом. Насколько я помню, вот эти 70-е годы. Я всё-таки чуть-чуть постарше, так я прекрасно помню, что... Он вспоминал слова... Отец Александр очень мягко сказал, да, что выбросите крестик в окно, а мы сообщим. Потому что люди теряли работу просто из-за таких вещей. Считалось, что человек, который верующий, он не имеет права преподавать, например. Давайте начнём с того, что любого архиерея утверждали в Совете по делам религий. И когда владыка был назначен в Киров, его вызвали, как и всех архиереев, в Совет по делам религий. Владыка рассказывал, что сидит напротив меня старец, как он говорил, весь в табачном дыму. Я его не вижу, он меня не видит. И он мне говорит такие слова. Вы назначены в Киров, так вот, не вздумайте там заниматься религией. Говорит он, епископ, там ничего уже нет. Мы там крепко поработали. Лучше купите себе дачу под Москвой, в Ленинграде, живите там. Ну а в Киров приезжайте, может быть, на праздник, на Пасху, на Рождество. Но вот не вздумайте там заниматься религией, там уже ничего нет. И Владыка вспоминал, для меня было, говорит, таким потрясением, когда мы приехали в Киров, зашли в Серафимовский храм, и я вижу, что все подсвечники стоят в свечах. А людей так много, что по стенам храма бежит вот вода, понимаете, от дыхания человеческого. Я подумал, нет, тут есть поле для деятельности. Получается, сколько Владыки, 41 год был, да? Он был, да. 40-41 год, достаточно еще молодой мужчина такой. Да. Оказывался здесь. А Великолецкий крестный ход, вот участие Владыки именно в этом действии? Не просто участие, то, что сегодня мы имеем Великолецкий крестный ход, мы возрожденный крестный ход, мы ему все целы этим обязаны. И, конечно, еще Владыке Александру, митрополиту казахстанскому, потому что он был в ту пору правой рукой Владыки, секретарем епархии и помогал возродить эту традицию. Когда Владыка Хрисанф приехал сюда на Вятку, существовало негласное, но твердое правило. Архиереям было запрещено приезжать в Великорецкое. То есть, если бы он уехал, выехал из Кирова в Великорецкое, то немедленно пошла бы информация в Москву, и он был бы за это наказан, даже смещен с кафедры. Понимаете? То есть, вот насколько жестко контролировали церковь тогда. А как это менялось все-таки? А менялось потому, что нам с вами выпало счастье попасть жить не в 30-е годы, и даже не в 60-е, 70-е годы, а нам выпало счастье жить в тот период, который сегодня ругают, в период перестройки. Ну вот, может быть, стоит ругать не перестройку, а самих себя. Перестройка открыла возможности всем нам. А как мы уже себя проявили в это время, куда мы за эти годы пришли и кем мы стали, надо ругать не перестройку Горбачева, ругать надо себя, спрашивать себя. Вот нам выпало счастье. Если бы не перестройка, мы бы с вами вряд ли переступили порог церкви. А какие тогда основные шаги в перестройочное время Харисандова было сделано по укреплению, собственно? Ну, во-первых, давайте я напомню несколько важных таких моментов, особенно для тех, кто пришел в церковь позже и, может быть, не помнит об этом. В 1988 году впервые за многие десятилетия на государственном уровне был отмечен большой юбилей. Тысячелетие крещения Руси. И в драматическом театре состоялось тогда торжественное собрание. Сегодня это обычное рядовое явление, но тогда это было целое событие. В Вятскому духовенству впервые разрешили возложить цветы к вечному огню. В тогда же. И тогда же, владыка, почувствовав вот это потепление, ведь никто не знал в том же 1988-1989 году, как долго это еще продлится. Куда это все повернуть? Да, если бы в августе 1991 года победил ГГЧП, еще неизвестно, сидели бы мы сейчас, обсуждали этот вопрос или нет. И тогда был важен каждый день. И владыка сразу обратился с просьбой возвратить верующим храм в Макарье. Вы представьте тогда, почти полумиллионный город, и на весь полумиллионный город один действующий храм. Люди во время богослужения падали в обморок, но власти не разрешали открыть новый храм, а рядом ставили машину скорой помощи, чтобы бабушек при смерти могли откачать. И вот тогда в Макарье, опять же, где? За городской чертой. Не в городе, а за городской чертой. Открыли храм. И говорят, что это был первый новый открытый храм в областном центре за многие десятилетия. Затем возрождение, конечно, крестного хода. Возвращение церкви, святыни, жемчужины Вятского Трифонова монастыря, где приняли огромное участие люди интеллигентные, журналисты, писатели, деятели культуры и искусства. Собрали подписи со всего города, со всей области. И помогали москвичи в том числе. И вот мы сегодня приходим в Трифонов монастырь и видим это благолепие, и поражаемся тому, как это всё, в каком это унынии находилось до 1988 года. Там же была разруха. Кто сегодня об этом помнит? И то, что сегодня у нас не только восстанавливаются старые храмы, но и строятся новые храмы, в этом тоже заслуга владыки. Я напомню, в 1994 году впервые Вятскую землю посетил патриарх Алексей, и он заложил первый новый храм. И если бы не этот визит, ещё неизвестно, был бы у нас храм веры, надежды, любови и Софии или нет. И, кстати, само название этому храму, выбор святых, кому он посвящен, он тоже связан с владыкой Хрисантовым. Он служил в армии и рассказывал, что он служил в Страйбате в 50-е годы, когда начались хрущевские гонения, и из владыки, тогда воспитанника духовной семинарии, пытались сделать атеиста. Его просто ставили на самые тяжёлые работы, в частности, разгружали они цемент. Ну а что такое разгрузить пятером вагон цемента, вряд ли кто-то сегодня представляет. У нас это очень трудно, к тому же это очень вредно, потому что цементная пыль, она впитывается в лёгкие. То есть фактически это была казнь, понимаете? И вот владыка говорит, в очередной раз, когда уже я почувствовал, что ещё немного я умру, я, говорит, вышел под звёздное небо и сказал, Господи, это не мой крест, я не могу его понести. Сделай так, чтобы меня на другую работу перевели. И это был день 30 сентября, святых мучениц, вера, надежды, любовь и Софии. И на следующий день пришёл командир части и сказал, мы хотим тебе предложить стать геодезистом. Его послали учиться на геодезиста, и тем самым святые мученицы спасли ему жизнь. Ну, раз уж наш разговор такой исторический, да, аспект приобрёл, давайте ещё по 90-м пройдёмся, собственно, да? Какие-то яркие моменты вот именно в развитии русско-православной церкви в нашем регионе. Ну, для нас, вы знаете, одна из важнейших задач, которая стояла тогда перед церковью, очень сложная задача. Надо было выстроить отношения с государством. При этом проблема в чём состоит? Церковь живая, потому что церковь есть тело Христово. А государство мёртвое — это механизм. А что может быть у нас общего с компьютером? То есть надо было научиться так выстроить отношения, чтобы оживотворить государство, и чтобы церковь не перестала, не умерла от этих контактов. Самого механизма не превратилась. Да, не превратилась в механизм. Это очень сложная задача, сложнейшая. А с государством в лице... В лице губернатора. В лице губернатора. В лице руководства. Да, руководство. И тут я должен, вы знаете, добрые слова сказать Василию Алексеевичу Десятникову, который тогда откликнулся всей душой на это пожелание. Владимира Ниловича Серденкова должен вспомнить добрым словом, который многое сделал для возрождения Великорецкого. Николая Ивановича Шаклеина. Василия Алексеевича Киселёва, благодаря которому появилась Вятская православная гимназия и очень многие другие объекты. Тот же храм веры, надежды, любови и Софии. Да, Анжелия Михайловича Михеева вспомнить, Елизавету Борисовну Волохову. Много кого. Тех людей, которые, занимая ответственные государственные муниципальные посты, они в душе лежали как бы к церкви, прилежали к церкви. Они имели верующих родителей, сами были на пути к церкви, воцерковились. И то, что они делали, это делалось не по указке свыше. Свыше это делалось по велению сердца. И вот в итоге то, что мы сегодня имеем, в значительной, конечно, степени, это заслуга не одного владыки, о чем он всегда говорил. Это наша общая заслуга. У нас середина часа, и должна сейчас реклама выйти. Она выйдет обязательно. Мы продолжим нашу беседу через полтора минуты. Отец Александр Балыбердин, благочинный церквей города Вятки, у нас в студии в мужском понедельнике. Накануне Дни памяти владыки Хрисанфа прошли в нашем городе. И вот как раз мы и в перерыве говорим, вы сказали о том, что крылатые выражения были, да, рождены владыкой, которые четко подмечали. Знаете, вот я таких выражений великое множество знаю. Вот одно из них такое. Как-то раз, я помню, владыка вызвал меня в кабинет и начал мне рассказывать про священника, который, назначенный на один сельский приход, стал говорить проповеди примерно 40-50 минут, иногда целый час. Это много-мало, это много. Это невыносимо. И владыка так недоумевал, и он говорил, слушай, я ума не могу приложить. О чём он так долго говорит? Да и было бы кому. А потом говорит, ты знаешь, есть люди, которые сами не живут и другим не дают. А ты живи сам и дай жить другим. И вот это выражение, оно, на мой взгляд, очень точно передаёт основное настроение владыки. Живи сам и дай жить другим. Другое выражение, тоже ставшее крылатым, связанное именно с ним. Не случайно эти слова очень часто в эти дни мы вспоминаем. Он говорил, лучше ошибиться в любви, чем в ненависти. Не в том смысле, что позволяй человеку вести себя как попало, а в том смысле, что лучше доверяй человеку, доверяй человеку и будь готов к тому, что, может быть, он не оправдает твоего доверия, чем всё время смотри на него, как на потенциального преступника и жди, когда он наступится. Вот это выражение, лучше ошибиться в любви, чем в ненависти. Ну, таких выражений, на самом деле, очень много. И мы сегодня, вот вспоминая владыку, их тоже вспоминаем. Не случайно вот на сайте «Православие и мир» вышла статья, которую так мы и заглавили. «Живи сам и дай жить другим». А, кстати, Владыка Хрисанф, он сам какие-то рукописи, что-то записывал? Он был человеком некнижным. 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 И я понимаю, почему. Потому что слово, это мы сегодня очень много придаём значение слову. На самом же деле, он был человеком, скажи, такой некнижной, а, знаете, житейской мудрости. Вот, иногда человеку не надо ничего рассказывать, втолковывать и объяснять. Иногда просто надо позволить ему положить голову тебе на плечо и поплакать. Или поддержать его добрым взглядом, добрым словом. И этого уже бывает достаточно, даже много. Иногда слова не действуют. И вот Владыка сам, он ни одной книжки не написал. Нет, он был, конечно, кандидат в богословие. Его академическая работа была посвящена богословию Григория, двое слово. То есть он был умнейший человек, образованнейший человек. Но он не придавал слишком большого значения на печатному слову. Он был человеком немножко другим. Не книжником и фарисеем. И этого на дух не переносил. Вот отец Александр, смотрите, он же при нем, вот мы сейчас об этом говорим, было и заложено, и возведено много храмов. То есть он ввел еще и хозяйственную деятельность. Вот как вы знаете, вот при таком вот характере, да, таком душевном. Как хозяйственник-то он, как его представить в роли вот этого человека, который эти бумаги подписывает. Ну, вы знаете, конечно, это тоже неотъемлемая часть жизни каждого архиерея. Даже существует такая шутка, что когда нового епископа рукополагают, ему наставник говорит, с этой минуты ты не прочитаешь ни одной художественной книги. Ты будешь читать одни только документы. Вот, к сожалению, это неизбежность жизни любого руководителя. Тем более такой период, когда очень же много реставрации храмов и построения. Я помню, как-то раз Владыка вызвал меня в кабинет. Перед ним лежала куча писем, бумаг разных ответственных лиц. И он вздохнул глубоко и говорит, ты знаешь, мы с тобой так похожи. Ты не любишь бумаги, я не люблю бумаги. Но все равно придется подписывать. Давай будем садиться и разбирать. Вызвал в кабинет, вы сказали. Как вызвал, просто позвонил? Так нет, мы же работали рядом через стенку. Я был секретарем, епархием, рядышком был. Владыка, повторю, что он был человеком сердечной любви, сердечной веры. Вы знаете, вот недавно приезжал к нам патриарх Кирилл, и когда он посещал Вятскую православную гимназию, он ведь сказал между тем гимназистам и педагогическому коллективу замечательное слово. Он сказал, мне много рассказывали о ваших успехах в учебе, но вы знаете, я вам все-таки хочу сказать, что это важно, но это не главное. Главное быть умными, но еще и быть и добрыми. И вот Владыка этому всегда уделял огромнейшее внимание. В церковь все-таки ходят не за знаниями. За знаниями ходят в библиотеку или википедию. В церковь ходят за любовью. А как, кстати, отношения с патриархатом складывались? Как он выстраивал? Я не могу здесь ничего сказать, потому что это не касалось моей непосредственной работы, но патриарха Алексея он глубоко уважал и очень радовался, когда на пересватильскую кафедру был избран и взошел патриарх Кирилл. Владыка участвовал в архиерейском соборе 2009 года, который избирал патриарха Кирилла и всей душой радовался этому назначению. Но надо вспомнить, что, кстати, патриарх Кирилл еще в сане епископа был участником хиротонии Владыки Хрисанфа в 1978 году. То есть его рукоположение. Они очень давно были знакомы. То есть, конечно, глубоко уходят эти переплетения жизненно-интересные. Нет, я все-таки вернусь к хозяйственной деятельности. Он был человек любви, человек добра. Но ведь вы сами знаете, когда идет стройка, когда идет что-то еще. Там ведь можно с добром-то очень сильно ошибиться, можно скажем так. Я с этим непосредственно не сталкиваюсь. У меня есть такое правило. Я имею в виду, что, может быть, были какие-то специалистов он привлекал. Или как-то среди действующих наших строителей, какие-то у него были отношения выстроены. Вы знаете, я расскажу такую историю. В 1994 году патриарх Алексей заложил храм Веры, Надежды, Любови и Софии. И какое-то время работы не шли. Потому что не было человека, который мог бы взять на себя этот большой хозяйственный труд. И вот тогда Владыка разглядел будущего протеерея Георгия Купцова. Он был предпринимателем. Пригласил отца Георгия в кабинет и предложил ему эту работу. И когда, я тоже сам помню, был объявлен конкурс на проект храма, Владыке очень понравился тот проект, который сейчас воплощен. Но он не знал, что храм получится таким огромным. Он не обратил внимания на те цифры, которые были написаны на чертеже. И когда отец Георгий рассказывал, Владыка приехал и увидел котлован выкопанный под храм. Он так растерялся. Он был не просто удивлен. Он сказал, это когда мы сможем все построить. Потому что это же не просто большой храм, а еще и очень дорогой получает за храм. Именно поэтому у Владыка, у него был особый талант. Он умел привлекать людей, способных осуществлять подобные проекты, доверять им и благодарить их за их работу. Это был особый талант руководителя. Почему мы сегодня имеем довольно много храмов в нашем городе. Интересный момент. Можно поподробнее? Мы с отцом Георгием Купцовым тоже знакомы. Отец Георгий вообще был человек не церковный. Абсолютно. Занимался предпринимательской деятельностью. Бизнесмен был. Да. И это Владыку Христанова не смутило. Ничуть не смутило. Ну а кем был я? Я был учитель истории. Когда-то секретарь комсомольской организации школы. Если бы мне кто-то сказал 40 лет назад, что я буду в священном сане служить, и вот сейчас с вами беседовать, как благочинной церкви города Вятки, как вы верно назвали наш город, я бы сильно удивился. Но почему это все произошло? Потому что я тоже оказался в притяжении митрополита Хрисанова. А насколько Владыка был открыт, доступен для простых людей, не очень связанных с церковью? Вчера во время вот этой беседы, юбилейной встречи, Александр Александрович Галлицких рассказывал интересную историю. На ней секретарь общественной палатки. Да, тогда, когда он был еще директором школы номер 29. В будущей гимназии. Да, в будущей гимназии гуманитарной. Он рассказывал, что я пришел к Владыке однажды на 5 минут, меня пригласили, а вышел через час. То есть он был открыт для всех. Он был поразительно открыт. Посмотрите фотографии. Владыка выходил из храма, благословляя каждого. Он помнил каждого по имени. И вот отец Сергий Сизихин вспоминал, что однажды, наверное, в 95-м году, после праздника Пасхи, Владыка дал ему такое поручение. Тогда еще молодому и подьякону. Он дал ему несколько конвертов, выделил шофера, архиерейскую Волгу, и назвал адреса, по которым надо проехать и вручить эти конверты. И оказалось, что там не только открыточка с поздравлением, а там была денежка. И все люди, которых они объезжали, это были старики и старушки, когда-то еще в 70-е, в 60-е годы работавшие в Кировском епархиальном управлении, как оно тогда называлось. И когда мы вернулись, рассказывал отец Сергий, Владыка меня усадил напротив и подробно спрашивал про каждого. Как он выглядит, болеет ли, как себя чувствует, как чувствуют себя его дети. Каждого называл по имени. Понимаете? Вот это удивительное качество каждого видеть человека, пришедшего в церковь. Ради шутки расскажу. Владыка вспоминал такой случай, что в те годы, он говорит, стоим на службе, вдруг я поворачиваюсь к людям и замечаю у входа молодого человека. Это где-то в 80-е годы. Второй раз поворачиваюсь, смотрю, крестится ли. Крестится, ну слава Богу, значит наш. Простите, что удивительно, то есть в основном пожилые люди стоят, а тут ярко выделяется молодой человек. А молодые люди часто заходили просто из любопытства. Нет, иногда заходили по заданию партии правительства, потому что если и не крестится, значит сотрудник КГБ. Вот так. А если крестится, значит наш. Но вы знаете, в эти дни вспоминали, когда вот похороны владыки, тоже в моей памяти очень яркий эпизод. Он умер в январе 2011 года, перед Рождеством. И когда его тело привезли, мы его встречали в аэропорту и затем на катафалке ввозили на территорию рейского дома. Там есть такая небольшая горочка, которая была уже отшлифована машинами. И вот эта газель с телом покойного владыки Хрисанфа никак не могла эту горку одолеть. Колеса скользили, и тогда все, кто были в эту минуту здесь, мы все буквально вот кто плечом, кто руками, мы в эту машину уперлись и буквально на руках эту машину занесли наверх. Я помню, тогда оглянулся и вижу слева от меня губернатор Белых, справа бывший начальник ФСБ Евгений Васильевич Сметанин, дальше наш главный милиционер области Алексей Михайлович Разуван. То есть вот люди, казалось бы, совершенно разные, да, мы, нас, даже его кончина всех объединила. И вот я тогда еще подумал, вот так надо прожить жизнь, чтобы вот даже в такой скорбный момент всех объединить. Чтобы все подбежали, да, как-то без приказа. Это редкий талант, редкий талант. Остается буквально две минуты, давайте все-таки о том, еще как выходные прошли. Кто побывал на Днях Памяти? Вот я вас спрашивал про владыку Бишкекского и Кыргызстанского. Да, Даниил. Даниил, он уроженец Черной Холуницы и довольно тоже молодой мужчина еще. Бывший клирик Вятской епархии, бывший ректор нашего духовного училища. Он приезжал в субботу и молился за божественную литургию в Успенском кафедральном соборе. Но и владыка Паисий, который ныне епископ Еранский и Лусский, он тоже ставленник владыки Хрисанфа, его духовное чадо. Я знаю, что на День Ангела, владыки 1 августа, у них в Еранске были большие торжества, они тоже вспоминали покойного владыку. Вы знаете, всякий человек, который хотя бы раз в жизни встречался с владыкой Хрисанфом, он обязательно попадал в зону его притяжения. Мы все его помним в эти дни. А, кстати, владыка Хрисанф, он в статусе митрополита уже совершал те же таинства, например. Конечно, конечно. Просто я точно знаю, что у меня товарищ, друг мой, Алексей, его крестил как раз-таки владыка Хрисанф. Да, такое тоже в жизни было. Ну, конечно, это крещение особый случай. Видимо, они были особенно знакомы. Но владыка всегда совершал божественную литургию. И он был удивительно чутким человеком и удивительно музыкальным человеком. Он прекрасно чувствовал музыку. И сегодня не случайно хоры епархиальные наши тогда были очень известны на всю страну. То есть как раз Хрисанф приложил усилие для того, чтобы именно пение в храмах присутствовало. В дальнейшем все-таки, не знаю, еще какие-то памятные мероприятия в части Хрисанфа. Вы знаете, мы ведь его помним всегда. Да, для нас есть священные дни. Это 1 апреля, день ангела владыки. Это день его успения, 4 января. И день его рождения, 24 июня. Мы всегда в эти дни собираемся. Его могила всегда украшена цветами. Он всегда в нашем сердце. Хочу обратиться к тем, кто его помнил, кто его знал. И кто может быть после нашей программы, за которую вам большое спасибо, может кто-то захочет откликнуться своими воспоминаниями. Присылайте их на мой адрес. Мы с радостью их отредактируем и опубликуем. Очень важно было бы сохранить вот эти ваши бесценные свидетельства о таком дорогом для нас человеке. Спасибо. На этом мы завершаем наш разговор. Далее у нас новости, тематические программы. Отец Александр Балыбердин, благочинный церквей города Вятки. Мы с Николаем не прощаемся. До встречи через 20 минут. Редактор субтитров А.Семкин